Доброе утро! Подозреваемые назывались нейтральные и критические слова, связанные с деталями преступления. Он должен был ответить первым пришедшим словом в голову и тихо ударить в гонку. Как правило, ответ на критическое слово сопровождался более сильным ударом. Слышите? Я не обманываю. Доброе утро! Детекторы лжи выводят людей на чистую воду. Обычно мужчины приводят своих жен, иногда даже любовниц приводят для выяснения определенных фактов. Также женщины приводят своих мужчин для выявления верности. Некогда секретное устройство специального назначения сегодня этот хитроумный прибор используют даже при приеме на работу. Хищения, никаких ценных вещей никогда не было. А бывало такое, что вас где-то увольняли, может быть, за прогулы? Нет. Чувствительные датчики считывают малейшие изменения сердечного ритма и передают их на экран. Отказать в должности только из-за негативного результата теста на полиграфе не имеют права, говорят юристы. Есть еще один важный момент, о котором не каждый испытуемый знает. Работодатель не имеет права ни на стадии полиграфического исследования, ни просто так собирать информацию у работника о его частной жизни, о эврегиозных убеждениях, о политических взглядах. Впрочем, примерить на себя роль злого детектива или, наоборот, подозреваемого может каждый. Вот этот маленький домашний детектор лжи бьет безопасным разрядом тока, реагируя на влажность ладони. Игрушечный полиграф в действии проверила на себе наш корреспондент Виктория Самойлова. Виктория, вам нравится ваша работа? Да. Ай, да-да-да! Это больно было! Один из прототипов полиграфа, гидросфигмограф, для выявления лжи впервые использовал итальянский криминалист Чезаре Ламброза. Он применил это устройство в 1881 году при допросе подозреваемых. С помощью этого аппарата фиксировались изменения кровяного давления человека, что потом позволило провести их детальный анализ. Но это что касается техники. А давным-давно, задолго до изобретения полиграфа, люди пользовались методом диагностики по пульсу. Скрещенные руки, плечи подавшиеся вперед и подбородок, находящийся ниже средней линии. Типичные признаки того, что в данный момент человек закрывает какую-то информацию. Узнать, где правда, где ложь, можно не только с помощью полиграфа или прощупывания пульса. Даже когда человек молчит, за него говорит язык тела, уверен специалист по детекции Алексей Гвоздев. Симметрия тела. Одна половина тела человека расслаблена, другая напряжена. Он не в согласии с собой. Синхронность. Человек говорит «да», когда это правда, он моргает, говорит «да» и кивает одновременно. Когда это ложь, чуть-чуть сигналы запаздывают. Глаза хоть и зеркало души, но то, что о вас на самом деле думает собеседник, скорее можно определить по векам. А когда человек испытывает гнев, они напряжены. Когда охватывают радостные эмоции, появляются характерные морщинки. Если вы считаете, что умение отличать правду от лжи по мимике и жестам человека, искусство которым владеют лишь психологи современности, вы заблуждаетесь. Еще в древности люди заметили, что у человека, совершившего преступление от страха перед возможным разоблачением, происходят различные изменения физиологических функций. Поэтому за преступником пристально наблюдали. В древнем Китае в качестве детектора лжи выступал рис. Преступник должен был набрать горсть риса в рот и выслушать обвинение. Если рис во рту оставался сухим, вина считалась доказанной. Дело в том, что от страха слюноотделение приостанавливалось. Но о рисе и других его волшебных свойствах мы поговорим как-нибудь в другой раз. Не пропустите следующие выпуски энциклопедии изобретений. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова